Здравствуйте, ребята! Смотрите, сегодня мы будем с вами говорить о пользователях, о том, как понять, как собрать с них информацию, как что-то зафиксировать, как убедиться, что вы сделали браузер либо приложение не для себя, а для кого-то еще, что те, кто будут им пользоваться, не будут плакать. И начать я хочу с разговора о том, какие нагрузки испытывает человек, когда работает с компьютером. Любая работа, что бы вы ни делали, у вас всегда напрягается ваше тело, вы на что-то тратите энергию, кровь гоняется, мозги шевелятся. И на самом деле мозги шевелятся, это самая энергозатратная часть, называется когнитивная нагрузка. Когда вы смотрите, не понимаете, что вы видите, вам надо подумать, что же здесь делать, что они от меня хотят. То есть чем менее нагружен для понимания интерфейс, тем проще мозгу, меньше потратили энергии. Вторая – это визуальная, то есть буквально глазами вам надо понять, где там какая-то кнопка, щурится, не щурится, как быстро вы нашли информацию. И третья – это моторика. Моторика – это, соответственно, как часто вам надо нажимать на клавиши, грубо говоря, как устают руки. Про визуальную и про моторику мы будем говорить в следующей лекции, про когнитивную нагрузку, в том числе вам Витя тоже расскажет. Но начал я с этого, потому что можно нехитрым образом вывести формулу идеального интерфейса. Если вы тратите какую-то энергию на работу с чем бы то ни было, чем меньше вы потратили энергии, тем проще, дешевле. То есть если вы складываете всю эту энергию, получили нолик вообще, вы ни капли энергии не потратили, задача выполнена с класса. Есть даже такое понятие, как идеальный интерфейс не относительно к IT, что когда на самом деле интерфейса нет, а задача выполняется. Как пример могу привести, вот крышка бензобака. На всех машинах, на большинстве, да, она откручивается, вы приезжаете на заправку, открываете лючок, открываете эту грязную крышку, ее деть все время некуда. В общем, это такой довольно большой геморрой. И это, по-моему, от Ford. Фотография, они убрали ее вообще. То есть крышки нет, а задача выполняется. Там есть фильтр, который не позволяет грязи попадать, есть там герметичная защелка, которая защелкивается. Все они просто взяли и выкинули крышку. Но мы не можем с вами, да, все выкинуть, вы мне скажете, я сделал проект, ничего нет. Миша, просто ты приходишь, открываешь мобилу и знакомишься. Идеальный интерфейс. Так не прокатит. И еще это не работает там, где процесс вам приносит удовольствие. То есть если говорить об играх, о каких-то социальных сетях, то зачастую вот в этом процессе, в том, что вы там копаетесь, что вы получаете какую-то новость и читаете что-то еще, это доставляет вам какое-то удовольствие. И, собственно, там сам процесс несет какую-то ценность. Во всех остальных случаях, для того, чтобы вам начать что-то делать, вам нужна та или иная мотивация. То есть что, на ваш взгляд, заставляет людей вообще что-нибудь делать? Ну вот, что вас заставляет в ИСИ тут ходить? Кроме родителей. Армия. Армия. Не, это нормальная мотивация. Я прекрасно понимаю, потому что я выбирал уйти, там тоже военная кафедра, надо туда идти. Класс. И в том числе это было близко к дому, меньше ходить. Вы все, что ли, в армию боитесь пойти? Я, что ли? Да. Ну ладно. Зачем вы едите? Необходимость какая-то. Ну что, давайте от кайф получить. Ну вот здесь, видишь, уже две составляющие. Есть кайф от еды, есть необходимость восполнить какие-то свои ресурсы. Когда вам надо, я не знаю, какой-то документ создать. Вот. Какова ваша мотивация что-нибудь сделать? Мотивация в слове «надо», которое раньше. Вот. Ну, это я, да, это я тебя понял. Вот награда хороший пример, что ты что-то сделаешь, тебя кто-то похвалит, либо вы достигнете какого-то результата. Если посмотреть на то, чем занимаются дети, они все время играют. Они мало что понимают, их нельзя заставить еще ходить в институт. В таком возрасте нельзя заставить даже мыть посуду. Но, в общем, довольно, как вам сказать, с точки зрения выгоды не очень существо. А они все время играют. Вот просто все время играют и играют. Мотивация играть у ребенка одна, он получает это удовольствие. То есть вот есть процесс, он занимает, узнает что-то новое. То есть, ну, считается, что, хотя как знанием и вообще, сам процесс узнавать что-то, он может сам по себе мотивировать. Но в большинстве случаев мы с вами будем говорить о решении конкретной задачи. Именно поэтому, вот, пример с Amiga, я сто раз буду к себе возвращаться, мне бы оказался так, ну, немного тяжелым с точки зрения объяснения и помощи с нашей стороны. Потому что, ну, браузер и браузер. Сейчас же все браузеры идут к тому, чтобы убрать вообще оболочку. Ты такой открыл браузер, а его нет. Сейчас. Ну, мы поспорим об этом еще. Во всех остальных случаях мы можем посмотреть, например, знакомство для стеснительных людей. Там конкретная задача найти, я не знаю, там, трех человек. Форма для доставки, все понятно, выбрал человека, тебе что-то привезли. Умный дом, там может быть задача включить свет, выключить свет, что там, открыть холодильник, нагреть, что-то еще сделать. Поиск дешевых продуктов, тоже ясно, ты сел, нашел, не нашел, печалька. Почему конкретные задачи люди стали решать, используя интернет? Ну, раньше, да, было какая-нибудь, допустим, у сайта пиццы есть телефон. Некоторые люди звонят, некоторые заказывают через интернет. В чем, как вам кажется, преимущество работы именно вот с виртуальным устройством? Я могу с ними общаться. Это прям ты через слайд перепрыгнул, и да. Быстрее. Возможно. Но тебе не нужно дозваниваться до кого-то в интернет. Ну, опять же, да, это меньше нагрузки. Ты быстрее что-то можешь сделать. Есть еще такая штука, как иллюзия контроля. То есть, когда ты сам себе бог. То есть, вот, хочу, закажу, не хочу, не захожу. Такое, воротило пиццерии. Там, вы положили в корзину, выкинули обратно. Классно. Когда вы позвоните, там, тетяка, ну, сколько ты будешь мучиться Маргарите, те или это. А тут вы можете делать все, что хотите, когда угодно, в удобном вам темпе отвлекаться на что угодно. И то, о чем вы уже сказали, это не надо общаться с людьми. Это, на самом деле, очень прогрессирующая такая штука, потому что люди все меньше общаются вживую, им удобнее написать в чатик, там, все вот эти вот сапчики. И желательно, чтобы курьер с вами не разговаривал, таксист не разговаривал. Вообще разговоры скоро могут помереть немного, потому что это будет незачем. есть еще такая, ну, вот, кстати, у нас, мне кажется, просто сапатию немножко это будет форма, не форма для доставки, а знакомства. Потому что, ну, барьер такой, вам надо сначала что-то про чувака узнать, почитать его, а потом уже, может быть, я с ним заговорю. Нет, потом ему написать, а потом может быть... Конечно, конечно, потом он заполнит анкету, да, вот эту. Я не знаю, у вас была в школе такая тема, когда девочки вам удавали тетрадь, ну, потому что нам девочки, там 100 страниц, выбери свой любимый свет, там отмечаешь желтый, там стишок, и такое досье у них получалось. Вот, ну, мне просто интересно было, да, умерло это или нет. Можно было бы сделать такое приложение и загнать школьникам, школьники нормально платят. Подумайте об этом. Они там, мама, папа, дайте на хлеб, а сами... Вообще можно это потом маме, папе вернуть. Да. И еще одна из мотиваций это быть полезным. То есть некоторые люди хотят что-то сделать, чтобы помочь другим. Например, это прямая мотивация, почему куча людей заполняет Википедию. Это же проект, да, который основан чисто на доброй воле. Вы сели, написали какую-нибудь статейку. Другие люди почитали, оценили ваши действия. Это никак не выражается у вас ни в материальных благах, ничего, да. Но где-то вы получили какое-то социальное поглаживание и испытали от этого кайф. Чтобы достигать каких-то целей, вам нужен инструмент. инструмент. И инструмент в нашем случае, так как мы говорим о проектировании интерфейсов, это будет как раз интерфейс вашего приложения или сайта. Инструменты бывают разные. Даже если у вас есть простая задача забить гвоздь, вы приходите в магазин покупать молотки, их там до хрена. Если вы не впервые придумали молоток. Они могут быть назначены для забивания гвоздей там в разной толщины, на разную глубину. Ну, у кого-то есть вот этот интерфейс для вытягивания гвоздя обратно. То есть, как человек выбирает молоток. Он может выбирать его там по визуальному виду, по каким-то характеристикам. Может быть, такой был, но сломался. Суть в чем, что когда вы делаете, вам важно понимать, насколько человеку нужна будет, например, вот эта гвоздевыдиралка. Либо вы ее приделали, потому что у соседа увидели. Именно о том, как принимать такие решения, мы поговорим сегодня. Для того, чтобы это понять, вам нужно найти потенциальных пользователей своего приложения. Пообщаться с ними по душам, понаблюдать, как они это делают, грубо говоря, в обычной своей среде. То есть, какие способы узнать все или почти все о своей целевой аудитории. Во-первых, определить, кто эти люди. Это очень сложно, потому что многие говорят, ну, кто будет пользоваться своим браузером? Все же? Понятное дело, все. То же самое, кто будет знакомиться? Все. С умным домом проще. Немногие могут себе позвать умный дом, тебе надо найти там пяток человек, у кого их есть. Если сможешь. Если нет, просто пишите мне, я вам расскажу. У меня нет, но я искал, и у меня есть чем поделиться. Дальше, один из пунктов, это интервью с бизнесом. Ну, в данном случае, вам это не подойдет, потому что бизнес, это вы, вы придумываете проект. Но когда мы проектируем со стороны, есть заказчик, мы у него спрашиваем что-то про его продукт, потому что лучше его никто не знает. Никто не знает, что он хочет донести, какие бонусы он может дать, и он так или иначе знаком с своей аудиторией. Третье, интервью с пользователем, когда вы нашли людей и поспрашивали, например, что бы тебе было удобно видеть вот в мобильном приложении для знакомства. Или что тебе не хватает в музыкальном плеере, ты смотришь вообще на обложку, или зачем мы ее выводим. Четвертое, это анализ конкурентов. И многие называют это там, воровством, плагиатом, как угодно, но недавно была очень хорошая статья на ВСИ по поводу того, что хватит называть все воровством. Хороший пример, это истории, которые сделал Инстаграм, а сейчас они потихоньку перекочевали во все, ВКонтактик сделал, Ватсап сделал, только ленивый еще не сделал. И все говорят, о, какая, ничего сами придумать не могут, деревенщина, сперли. С одной стороны, это правда, да, они посмотрели, с другой стороны, это заимствование хороших практик, которые кто-то уже опробовал, у кого-то они зашли, нет ничего зазорного в том, чтобы взять их и переиспользовать. Гораздо хуже это придумать свои новые истории, когда люди уже привыкли к тому, что есть наверху кружок, и он знает, что это за поведение. Но можно было пойти другим путем, сделать треугольник, не сверху, а снизу, в правом углу, за тремя кликами, и вроде бы как не то же самое. То есть вот Apple сделал свой треугольник, теперь живет. Да, да, теперь живет, вообще класс. То есть гораздо лучше пробовать, ну, брать, грубо говоря, те примеры и те интерфейсные решения, к которым человек уже так или иначе привык. Именно в этом помогает анализ конкурентов, найти, что вам нравится, что всех устраивает, нет ничего страшного, чтобы взять и стырить. И полевые наблюдения, это об этом сегодня Витя расскажет, и, наверное, ему будет интереснее всего как раз проект по поводу сканирования чеков, там, выбирания самых дешевых. То есть как понаблюдать за людьми? Это на самом деле тоже не так-то просто. Возвращаясь к тем, какая была эта аудитория, то есть как определить круг своей целевой аудитории. Смотрите, если вы делаете узкоспециализированный интерфейс, например, всяческие админки, мы как-то делали админку для Woman.ru, там ограниченное число пользователей вообще, то есть их там есть 20 редакторов, 3 там фоторедактора, 10 фотокорректоров, главный, главный. Мы могли опросить просто всех пользователей этой системы, спросить у них, что они делают, какие задачи выполняют, и спроектировать все относительно их затрат, фу, затрат, нужд, которые они там решают в этом интерфейсе. И мы делаем интерфейс, который вы логинитесь, он понимает, что вы вот какой-то модератор гороскопов, выдает вам просто список гороскопов, и вы следите за тем, чтобы, ну как гороскоп составляет, все же знаете, да? Села с утра, придумала на неделю, отлично. Потом на каждый день. Ну и надо модератор должен посмотреть, чтобы если на неделю ОВНу написано, что постерегайтесь, не очень хорошая неделя, возможно, какие-то плохие перемены, чтобы хотя бы в один из дней тоже было что-то про это написано, что вот сегодня, скорее всего, накроет, вообще сидит дома. А не так, что в этом гороскопе все хорошо, а в этом что-то плохо. Такая работа творческая. Есть выпускающий редактор, у которого более нагроможденный интерфейс, потому что ему надо следить за всем, кто что делает. И, говорю, легкость, ну относительно легкость заключалась в том, что мы все знали про этих людей, в любой момент могли спросить надо, не надо, и не ожидалось прилива каких-то новых товарищей. Сложнее делать для всех, и у вас почти все приложения это для всех, условно, да? Потому что любой заказчик, который приходит, он хочет, чтобы его приложения пользовались все. Вот он делает новый интернет-магазин Штор, надо, чтобы все могут у меня купить Шторы, от младенца до бабушки, все должны. Но сегодня я вам расскажу, как из этих всех создать группы, выделить какие-то ключевые штуки, которые действительно вам помогут, а не чтобы это было работа ради работы. Первое – это интервью с пользователями. Есть перечень вопросов, которые людям можно задавать. Я не буду их зачитывать, они все будут в презентации, вы сами посмотрите. Суть в том, что вам надо вытащить, как можно больше информации у человека по поводу взаимодействия его с подобными системами, если вы делаете что-то новое. Но ничего особо нового я у вас не вижу, поэтому просто ты спрашиваешь, как вот тебе в браузере, что нравится, что не нравится. Где-то чаще всего используешь. А сейчас вот все делают встроенные браузеры, там, ВКонтакте ки свой, в Фейсбуке свой. Меня это дико раздражает, и я бы тебе тоже нажалус. Например, про приложение знакомств, там, в Тиндере, у меня палец устает туда-сюда махать. Ну, сколько можно? Нет, ну... Там фоткаешь, у тебя инфа про человека вся влезает, из Кантача, из ВИЗБУКа отсюда, откуда можно достать, влезает информация про человека. И ты такой решаешь, написать... Вот, смотрите, что происходит, и это очень хороший и плохой пример. Когда я был готов сейчас немного рассказать о своем использовании, и вы вместо того, чтобы меня послушать, начали рассказывать, какое клевое вы сделаете. То есть вы в итоге его и сделаете. Это, ну, как вам сказать, распространенная ошибка, в ней нет ничего страшного, надо прям побороть себя и в какой-то момент просто заткнуть. Скажи, расскажи о своем использовании, там, как ты знакомился вообще в интернете, в жизни, какие-то есть аспекты. То есть вы можете поймать какую-то штуку, да, о которой вы не думали, а может быть у всех мальчиков, например, есть такой пунктик, вот он смотрит на что-то, может надо фотографировать, я не знаю, не лицо, а там что-нибудь другое. Вы такие, о, класс, давай с этого и начнем. И будет такой, популярность будет бешеная, она вообще. Контекст использования это то, где человек будет пользоваться вашим приложением. Опять же, может казаться, что если оно мобильное, то всегда и везде, где бы то ни было, с вебом сложнее, потому что у веба есть, вы там можете на работе сидеть, у вас светится монитор, вам не очень охота, чтобы коллеги, например, видели, что вы выбираете в подарок нижнее белье своей девушке. А видели сайты с нижним бельем? Там эти труселя на весь экран вот такие. Класс, можно как-нибудь поменьше фотокарточку мне вот сюда? Но нет. То есть нету режима, я на работе там, хоп, и все в текстовом редакторе там. Красные швы, страхи и опасения, то, о чем будем сегодня говорить чуть подробнее, очень важно понимать, как человек принимает решения. То есть если он все еще боится, не может доверить вашему курьеру посылку. То есть вот, ну я очкую новое приложение, бог его знает, что там за курьер мне повезет. То есть надо как-то в интерфейсе, вы можете дать ему подсказку, что у нас надежный курьер, и вот если что, мы высылаем скан его паспорта, что-то еще. И, ну вот у вас нету ничего такого, наверное, узкоспециализированного, но если вы делаете что-нибудь, например, для военных, для медиков, они разговаривают вообще на своем языке, отличном от общепринятого. У ученых, скорее всего, то же самое. То есть в какой-то, в любой узкой специализации есть термины, бухгалтера, вот все эти банковские услуги, они оперируют какими-то словами, которые для обычного обывателя могут быть чужды. Но если они видят эти слова в интерфейсе, им кажется, что это прямо для нас создали. Вообще классно. Про это мы поговорили, про анализ конкурентов. Из него, опять же говорю, если вы не знаете, что придумать, не обязательно смотреть такие же приложения, те же самые, там, выбор контролов. Сейчас уже очень просто, вы можете вообще пойти, взять готовую базу элементов и из них собрать. Хорошо, что все там у iOS, у Android есть куча гайдлайнов, вы берете готовенько, не надо там вырисовывать и что-то с этим делать. И последний пункт о том, откуда можно взять, это будет про полевые исследования, но мы можем сейчас прерваться, а потом ты расскажешь. Да? Вот, ну как всегда в нашем, в нашей области, то, как это называется, совершенно не соответствует тому, как это в реальности выглядит. То есть, как бы, суть полевого исследования, что мы идем изучать там взаимодействие, какие-то аспекты, проблемы именно в то место, где это взаимодействие происходит. То есть, если это мобильное приложение, например, то в метро, например, где люди взаимодействуют с ними, или там в аэропорт, в автобус, куда-нибудь в маршрутку. Вот, если это, допустим, там бухгалтерские какие-нибудь программы, там 1С-ки и все такое, то, допустим, в бухгалтерский отдел какой-нибудь компании. Ну, вот в моем случае это был как раз магазин, в котором были размещены вот такие вот замечательные устройства, наши кассы самообслуживания. И, соответственно, вместе с командой технической я участвовал в запуске, в обучении сотрудников, в, соответственно, как бы мониторинге того, чтобы весь процесс был построен нормально, чтобы, в общем, там на кассах были пакеты, было чисто, в общем, сотрудники никуда не убегали. Ну, и, соответственно, параллельно с этим я старался мониторить и исследовать, как это все происходит. Какие у людей есть проблемы, что они делают, с чем они сталкиваются, и какие из этого возможности сделать выводы. Вот, выглядело это примерно вот так вот. Ну, я не могу сказать, что мы старались много снимать, но так для истории немножко вот примерно вот так, да. То есть, как бы абсолютно живой процесс, живой магазин, вот он только открылся, соответственно, люди приходят, сканируют, вот. К ним, к некоторым подходят помощники, но вот часто помощников не хватает, поэтому вот многие делают что-то сами. Вот. И, соответственно, видите, даже уже на таком коротком видео на самом деле попадает очень много действий, которые происходят у одного человека, у второго, у помощника. И весь вопрос в чем? Чем наблюдение отличается от просто смотрения? Может быть, выводы какие-то? Ну, да, выводы. Согласен. Есть еще какие-то моменты. В принципе, да, ну, например, можно просто футбольный матч посмотреть, потом выводы сделать. Ну, как бы, ну, это, в принципе, не очень называется наблюдение в обычной. Да, вот это очень важный момент. То есть, короче, перед наблюдением или в процессе наблюдения у нас формируется некий набор гипотез, набор, скажем так, вещей, за которыми конкретными мы следим. Вот. И эти вещи мы фиксируем и достаточно четко стараемся фиксировать, в отличие от просто смотрения, где мы, как бы, можем один момент посмотреть на одно, в другой на другой, и, как бы, у нас нет четкой цели. Здесь действительно есть цель и есть объекты, за которыми идет мониторинг. Вот примерно так это выглядела таблица. Сразу скажу, это ее электронный вид. В реальности это была вот мятая грязная бумажка, которую я заполнял прямо в процессе. Вот. Потому что могу сказать, что опять же к вопросу о там интерфейсах, ни один мобильный интерфейс вот качественно мне в этом не помог, поэтому пришлось по старинке. Вот. На самом деле идея такая, да, то есть мы фиксировали конкретные вещи, которые происходили у людей. То есть, например, ну, даже банально, какая у них карта и были ли с ними проблемы потом на отдельном экране. Например, клал ли он в пакет товары сразу или он там держал их в руках, клал в какое-то другое место или клал просто на платформу. Вот. Например, не знал, как использовать карты. Вот здесь у некоторых встречаются галочки. То есть, это первый запуск у нас был в Калининграде. Это город все-таки, хоть и европейский, но не такой продвинутый, как там, как Питер или Москва. Поэтому там действительно были люди, которые обычно привыкли, что они отдают карту кассиру, и он там с ней все манипуляции делает. Им только их спин-код нужно ввести. Вот здесь были люди, которые не знали, что с картой, куда ее вставлять там, как прокатывать и все такое. Мы знали, за какими вещами следить, после там буквально нескольких тестовых продаж, и, соответственно, их заполнили в эту таблицу, и конкретно за ними следили. И уже по итогам вот этой таблицы, когда мы посчитали там всякие соотношения, делали уже определенные выводы. Вот. В принципе, эти вещи можно сделать с кучей популярных интерфейсов, то есть банально с теми же браузерами, то есть сесть за спиной у сестры и посмотреть, как бы, что она там открывает, как добавляет закладки, как бы, то есть раньше мы это просто из-за спины у нее смотрели, что она там котиков смотрит, а теперь мы наблюдаем. Это другой процесс, и даже можно, если что, сказать, я с чисто научными целями. Вот. Но если серьезно, то, как бы, действительно, если заранее зафиксировать, на что смотреть, то смотрение превращается в наблюдение, и из этого, как бы, можно какие-то более серьезные, вещи излечь. У меня все. Если обычный градусник показывает просто температуру, то если вы делаете приложение для мобильного телефона, он, во-первых, может, вы положили ребенка спать, а у него поднялась температура. Это надо очень быстро чекать, потому что они не всегда от этого просыпаются, но мама очень тревожит этот момент, и вместо того, чтобы вставать каждые, там, 15 минут, трогать лоб, там, прикладывать градусник, воду пихать, проще сделать вот мобильное приложение, которое будет звонить, там, ай-ай-ай-ай, температура поднялась. Это то, что лежит на поверхности. Но вот наблюдая за тем, что происходит в этот момент, что происходит, когда температура у человека? Что делает мама? Спивает. Спивает, да. Все правильно, надо это лекарство. В первый раз это нормально, но проблема в том, что если вы читали аннотацию к любому жаропонижающему, его нельзя давать там чаще, чем раз в 4 часа, и нельзя два раза подряд давать с одним и тем же сильнодействующим средством. То есть там чередуется, я сейчас не вспомню название, но, грубо говоря, если сначала даете понадол, то потом надо давать не понадол. И, учитывая вот это нервное состояние мамы, она часто забывает, что она давала в прошлый раз. То есть приходится как-то там придумывать схему расстановки баночек, что-то еще. То есть вот наблюдая и спрашивая их, что они делают, пусть описывают свои действия, вы можете добавить интерфейс спокойно какими-то дополнительными функциями, которые не имеют напрямую отношения к градуснику. Но вы можете там помечать, что вы давали. Он сам запомнит, во сколько вы давали. Когда вы придете ко врачу, вместо того, чтобы доставать там тетрадку с записями, когда что, вы можете сделать какую-нибудь простую статистику из этого приложения, что вот вам динамика вообще температуры за ночь. Потому что врачей обычно не очень интересует подробный рассказ мамы. Мама сидит, бла-бла-бла, и она такая здесь покраснела, здесь что-то еще. Говорит, там температура для того, чтобы как-то зафиксировать эти результаты. Потому что на вас навалится реально очень много информации. Если вам попадется говорливый человек, и вы попадете на больную тему, он вам расскажет очень много. Придет второй, расскажет что-то еще. Вам после этого надо как-то это собрать в кучу и полезно применить. Потому что сейчас пока все это выглядит как будто поболтали-поболтали, а потом сели и сделали, как думали раньше. Для фиксации есть несколько способов. Один из них называется карта эмпатии. инструмент визуализации внутренних переживаний пользователя. Не буду подробно вам читать. Там на следующем слайде прям досконально написано про каждый блок. Будет интересно, вы почитаете, что-нибудь спросите. Вкратце суть. Метод, который позволяет фиксировать внутренние переживания и вот те страхи, о которых я говорил. То есть о чем человек думает в момент решения проблемы, что он чувствует, с чего он вообще решил, что вашим инструментом можно ее решить, какие есть альтернативы, какое есть мнение у друзей, что-то еще. И как итог, там выходят два блока. Это, грубо говоря, боль, то есть вот те триггеры, которые стоят перед тем, как начать пользоваться устройством. Вот покупать мне машину с бортовым компьютером или нет? Вдруг я в нем не разберусь. То есть какие есть опасения? И те плюсы, которые вылезают, грубо говоря, из использования именно вашего продукта. Чем он лучше? Что я получу? Какой у меня профит будет? Чтобы не пользоваться старым, а пользоваться новым. И в дальнейшем вы на основе этого можете принять решение. Сейчас расскажу, какие. То есть для меня в своей жизни я пробовал честно делать эту Empathy Map. Ее можно распечатывать огромную, клеить стикеры. Как вы знаете, все, кто занимается этой ерундой, любят прямо стикеры поклеить, хлебом не кормить, дизайн мышления, все вот это. То есть вы выписываете прямо. Здесь у меня была Empathy Map для покупки одежды в магазине китайских товаров. Да, вот там, что он думает и чувствует там. Вдруг вещь не сядет, вдруг все это развод, когда доставит. Ну и выделить все эти картинки. Здесь одно, а привезут такое другое. Что она видит, что она делает? Она ходит по магазинам, видит вот разные вещи, увидела здесь, посмотрю, есть ли такое в китайском магазине. Важно, если я покупаю Adidas, то будет Adidas или Abibas. И вот наполняется так эта карта. И это моя проблема. Я так и не научился до конца пользоваться этим инструментом. И мне пришлось его немного упростить. Потому что все-таки у меня техническое образование, а это больше про психологию. Эмпатия – это вообще способность сопереживать человека, влезть в его шкуру и прочувствовать вообще всю эту боль. Говорят, я сам такого не испытывал, что если вы испытываете сильную эмпатию к какому-то человеку, то даже болевые ощущения могут передаваться. То есть вот у вашего любимого человека заболел зуб, вы сидите рядом, господи, как она там, зуб у нее болит и у вас тоже начинает болеть. Рассказывают. Я просто черствовал. Упрощенка. Да, что из этого можно сделать, как зафиксировать? Вы делаете всего две колоночки. И это то, что я попрошу вас сто процентов сделать. В левой колонке вы пишите действия, которые человек может совершить, используя ваш продукт. В правой вы пишите страхи и вопросы, которые у него возникают в процессе использования. Сейчас расскажу, на примере, потому что так на черта непонятно, и я это прекрасно понимаю. Допустим, вы идете в магазин, где продаются детские кресла. Страничка товара. Действия, которые человек должен уметь совершить. Купить, оплатить, заказать доставку, посравнивать кресла между собой, почитать отзывы, узнать наличие, сроки, когда привезут. Да, это конкретные действия, какие-то что-то может быть выражено в кнопках, что-то в более длительном процессе. Какие страхи и вопросы возникают, когда вы выбираете кресло. Вот вы смотрите, и там говорят, что здесь много подделок. Непонятно, брать вот одно на всю жизнь. Есть сейчас трансформер, вы покупаете, и там спинка вытягивается, все расширяется. Либо по возрастным группам. Понятно, что это дорого, но вот я для себя, да, у меня произбула такая проблема, неясно, как различить. Изофикс или с ремнями. Есть разные системы крепления кресла, и вы начинаете читать кучу этих, блин, статей. В одной пишут, конечно, ремни, в другой, конечно, изофикс, и сидишь, потом решаешь. Стареет ли? То есть, можно ли взять БУ? Ну, вот какой-то ребенок отъездил, что, он же там не сильно испачкал, наверное. Влезет ли ребенок в зимней одежде? Это информация, которая мне бы в голову не пришла, но жену мою сразу это заволновало, потому что мы покупали летом, говорят, а вот если все, давай возьмем с собой фуфайку, давай заталкиваем туда ребенка фуфайки. Еще такой момент, летом не натрет ли кожу? Насколько экологичны материалы? Какой из них побезопасней? То есть, куча вопросов. Переплачу за бренд АТО КУПШИК, покупать дорогой или покупать дешевый? На другом примере. Покупка билета на... Это про Аллегра, скорее всего. Тот, да, пример, который я вам привел, но вы свои проекты придумали, поэтому мне сейчас вообще безболезненно все это показывать. Действие, которое человек может совершить на сайте. Он может купить билет, оплатить карточкой, ему надо как-то найти, какой подешевле, узнать расписание. Дальше я просто не стал продолжать. Если вдруг решить взять проект, продолжите сами. Страхи и вопросы. Нужна ли виза? Нужен ли российский паспорт? С какого вокзала отправляется эта чертова Аллегра? Со сколько надо приехать? Выпустят ли меня за границу? Холодно ли в поезде, если вы едете ребенком? Это очень важный вопрос. Есть ли там розетки? Если вы едете без детей, вам лучше попасть в вагон, где этих детей нет, чтобы они не сильно шумели. Это все вам расскажет человек, который хоть несколько раз ездил и с тем или иным сталкивался. Если бы вы брали проект по билетам на Сапсан, да, там какие-то вопросы бы отпали, но появились бы, скорее всего, новые. Ехать ли на Сапсане лететь на самолете? Это такой вообще вечный вопрос. И что тут еще важно? Вы пишете требования в этот момент, мы уже переходим к интерфейсу. Не к продукту, то есть не к самому креслу. Вопросы могут быть про него, но требования вот эти должны быть к интерфейсу. Ночью должно быть видно температуру, это про градусник. Быть уверенным, что градусник подключен. То есть какая-то должна быть индикация, что все нормально. Посмотреть динамику за неделю. То есть, и вот это требование, которое не подходит нам, что приложение не должно жрать батарею телефона. То есть у вас интерфейс. Вы не можете это закладывать как требование к нему. Ремешок из натуральных материалов. Это тоже требование к продукту, но мы в рамках нашего мероприятия не будем так глубоко залезать, чтобы совсем ничего не сломаться. И главный вопрос, все эти таблички будут, вы их спокойно посмотрите. Нафига все это надо? То есть зачем составлять хотя бы вот эти два столбца? Все это делается для того, чтобы в определенный момент, когда вы сядете уже рисовать картинки, вам, во-первых, было с чего начать. То есть вы знаете уже, какие действия нужны, до чего должен довести ваш интерфейс. Включить музыку, поставить на паузу, перейти в свой плейлист, сделать что-то еще. То есть этот список вам не даст, грубо говоря, что-то важное забыть. И второй момент, он не даст вам напихать туда никому не нужных функций. Либо никому не нужной информации. То есть вы вот опросили 100 людей, никто вам не сказал, что в браузере Амиго должна выводиться температура воздуха, курс валюты и еще куча всякой шляпы. Раньше просто эти многие страдали, есть место, давай чуть-чуть сюда пихнем. Это особенно важно, если вы работаете с внешним заказчиком, они все время хотят, давайте новости компании повесим. Вы ему объясняете, что новости вашей компании интересны только вам. Повесите на нужный портал. Когда вы этому говорите ему как просто человеку, он говорит, я тебе не верю. Когда вы оперируете уже, я просил 20 людей, никто из них не сказал, что им интересны ваши новости. Он такой, ну да. А все вот эти вопросы и страхи, это как раз то, чем нужно дополнять обычный интерфейс. То есть можно было просто расположить кресло, детское, написать цену, сделать кнопку купить. А можно сделать вот прям, как эти вопросы звучат там, аллергенность материалов, тесты этого кресла, сравнение с другими, чем изофикс отличается от ремней. Чем увереннее себя чувствует человек, чем больше информации он получит в этом месте, тем больше шансов, что он здесь нажмет кнопку купить. Либо расскажет своим друзьям, что вот он там видел, там почитал. Это, грубо говоря, упрощенный пример по Empathy Map, вот выписывание в две колоночки. Чтобы не забыть всех на свете. То есть как-то отделять одних пользователей от других. Если взять, например, сайт Технополиса, то здесь есть четкое биение, например, вы студент, я преподаватель. У нас с вами на сайте абсолютно разные задачи. Но выглядеть он должен, ну, скорее всего, одинаково. Я вот не могу там ничего посмотреть. Это прям дикая боль. Потому что в прошлый раз я пришел, мне пришло письмо, уже нам поставили какие-то оценки. Знаешь, у нас четверочка за прошлый занятий. Так себя, короче, провели. Да. И непонятно, кто, где эти люди, где роспись, дневник там. Давай, как ответить? Эй, за что четыре? Ставь пятерочку. Если говорить о, допустим, пользователе приложения про градусник. Есть мама, которая и так что-то где-то, да, может, что-то знает. Есть папа, который, ну, в данном случае, пусть там буду я, который, ну, в моем случае, я просто более, не то чтобы безответственный, я не знаю, как это правильно назвать. Я не так сильно переживаю, что ли. Холодный, да. Можно я дополню вот эту тему? Давай. Да, короче, это классическая тема, которую наш общий знакомый рассказывал, что, значит, есть какой-то продукт, вот, и у него, на самом деле, может быть, там, три градации персон. Есть, грубо говоря, ребенок, который там непосредственно играет с игрушкой. Есть мама, которая эту игрушку выбирает, и есть папа, который за эту игрушку платит. Как бы, вроде как игрушку мы делаем для папы, но она должна делаться так, чтобы нравится маме, и, соответственно, она должна там, грубо говоря, быть такой, чтобы папа мог заплатить. Но это с точки зрения продукта. На самом деле, очень часто многие из этих вещей прорываются в интерфейсе, да, то есть, грубо говоря, то, что этот градусник, допустим, должен быть таким, чтобы мама могла мониторить, но, наверное, таким, да, чтобы папа там не сходил с ума, и, в общем, чтобы он мог маму там как-то успокоить, но при этом, чтобы для него это тоже в какой-то мере было нормально. И все они, ну, я уверен, для вас, вы пока не почувствуете разницу, пока не начнете расписывать всю эту историю. Есть третий пользователь градусника, допустим, это врач, которому вы показываете, ему нужен вообще какой-нибудь статистический отчет, ему все равно, будет он пикать ночью или нет, записываете вы там лекарство или нет, ему нужен просто отчет, и как вообще понять, сколько людей таких брать. Сюда же можно дописать еще бабушку, дедушку, тетю, соседку, кого угодно, то есть, когда остановиться. И в этом случае вам важно выбрать какие-то ключевые характеристики, по которым вы будете делить этих людей. Я сейчас покажу пример из реальной работы. Мы делали персоны для интернет-магазина как раз китайских вещей. Мы общались с заказчиком, там был очень вменяемый дяденька, который нам рассказал, что можно делить по цели. Зачем люди туда идут? Кто-то покупает для себя, то есть, ну, просто выбирает человек себе вещи. Кто-то покупает на продажу, то есть, это прямо оптовики, вот на рынке же, откуда-то люди берут, вещи. Они идут на китайский магазин и покупают. И есть еще такой кейс, который мне бы в голову никогда не пришел, это купить много одинаковых товаров. Это всякая униформа, сувениры, все что угодно. В Китае, да, вы можете заказать ручку с своим логотипом и купить их там в ведро. Хотя обычному человеку это не надо. Либо там купить форму на всю свою поликлинику. Когда люди покупают на продажу, они опять же могут покупать одного типа, либо разного типа вещи. Второй критерий это аккаунт. Человек может покупать для себя, а есть, тоже рассказал нам этот дяденька, что в отдаленных селах, где вообще любят, у них нет магазинов, но есть Почта России, куда привезут кучу вещей. И у них вообще на почте стоит один компьютер, на который ходят бабушки со всей деревни. И им нужно, ну им проще заказать одну большую коробку, потому что не надо переплачивать за доставку, и мы делали им там такой мультикабинет. То есть доставка одна, а залогиниться можешь под разными людьми. Следующий это уровень владения интернетом. Так мы делали давно, тогда это казалось важным, но мы и так, честно скажу, так я и не понял, как это пропихнуть в интерфейс, но мы его записали. И такой, самый, наверное, важный пункт, это что им важно в этом интерфейсе, что, как вот мы преподнесем какую-то ценность. Кому-то важен ассортимент, то есть чтобы человек мог вообще закопаться там, что там есть большие размеры, есть какие-то экзотические товары, потому что в Китае вы можете купить все, секс-игрушки какие-то, черепушки, все, что хотите. Там прям реально можно купить череп какого-нибудь животного. Не знаю, зачем он нужен, но можно. Что должны быть, как бренды, там напишут натуральный адидас, и вы как будто бы верите. Кому-то важна цена, то есть что вот здесь мы можем купить дешево. Кому-то важна продавец-география, чем ближе китайчик живет к границе, тем быстрее вам привезут вещи. То есть вот в интерфейсе каждой вещи мы показывали, грубо говоря, не то чтобы удаленность чувака от границы, а сроки доставки. И они варьировались именно из-за того, где он живет. И доставка, упаковка качества, то есть надо было сделать акцент на том, что мы все вам запакуем, и за это они брали дополнительную стоимость, чтобы просто упаковать так, чтобы ничего не разбилось. Они там проверили, что вам пошлют то, что надо. Все это в итоге выливается в описание персонажей, потому что, ну вот с такой табличкой работать не очень уютно, непонятно, что с ней делать. Просто для простоты восприятия вы берете и придумываете людей. Это очень занятное занятие. Тяжело начать, но потом трудно остановиться. Вы начинаете их придумывать до бесконечности, а потом убиваете просто. Сколько ли бумажку? Этот мне не нужен. То есть вот там была домохозяйка, менеджер проектов, черкезонец, их там было человек шесть, просто я всех не стал писать. И они отличаются именно вот этими критериями, которые я рассказал до этого. То есть кто-то покупает для себя, черкезонец на рынок и все такое. Сейчас к самому важному перейду. Это жизненная ситуация. И вот к следующему занятию, что вам надо будет сделать, это выбрать каких-то персонажей, составить табличку с действиями и страхами, переживаниями. Она может быть для всех. И для каждого персонажа я прошу вас написать жизненную историю. То есть не просто, ну там скажите, студент и все. Мне нужна прям ситуация, в которой он будет пользоваться вашим продуктом. проснулся, включил там чайник и решил послушать музыки. Что-нибудь в этом духе. Они тоже сочиняются чисто из балды. Здесь почитайте. Ну естественно, приближенные к реалиям, в котором может быть ситуация случится в жизни. Вот здесь там, где она узнала про этот магазин. Как она принимала решение, что делать, что нет. И соответственно, дальше выписаны просто действия, которые можно будет поместить в левый столбе с прошлой таблички. Это вот что и надо сделать на сайте, чтобы удовлетворить вот этой жизненной ситуации. Найти вещь, узнать стоимость, посмотреть фотку, запомнить, сменить категорию, указать размер, добавить вещь, узнать стоимость, оформить заказ и так далее. То есть вы написали, из этой ситуации вы понимаете, что она делает. Например, человек, если он дома включает музыку, он включил, занимается своими там домашними делами. Все, он нажал play. В какой-то момент ему может там не понравился, включил чайник, ему не понравился трек, он пошел, начал искать что-то новое и в какой-то момент вам надо будет остановиться. Я говорю, здесь главное начать, а там понесет куда угодно. И как только вы поймете, что вы свалитесь в какую-то нелепую фантазию, это обязательно будет, что вдруг он решил там ставить шафл, выбирать альбомы, но ситуация такова, что человек спешит вообще-то, он с утра встал, ему куда-то надо, он просто физически не может потратить на это время и вы выкидываете ненужные действия. Другое дело, если он там все, на паре сидит, он может хоть обтыкаться там. Смотрите, можете сейчас попробовать придумать жизненную ситуацию для покупки билета на Сапсан. Как это бывает? Срочно едут. Вот, первая жизненная ситуация, Кате, надо просто завтра уехать. Что важно в этой ситуации? Прямо сейчас купить. Ну, смотри, это... Вы сейчас сразу переходите к действиям. Давай к жизненной ситуации. Действие потом просто вот приспичило в Москву, сказали завтра быть в 10. Не, прозвучали правильные варианты, я просто к тому, что оплатить по карте, это... из них в 10 вообще непросто успеть. Да. Там подходит только один. На самом деле, это да? Очень с трудом это. Да, подходит. В 5 утра он подходит, нормально. В 5.30. В 5.30, да, есть. Но в выставочный центр неудобно ехать. Мы опоздали на 15. О-о. Смотри. Это... Ты привел жизненную ситуацию, в которой мы не будем пользоваться нашим интерфейсом. Она клевая, но немного не подходит. Все, этот человек умер. Это я тебе говорю, вот ты придумал персонажа, который ты его сделал, все отлично, ему в ВВЦ, берешь бумажку, следующий. Мы же поехали на сапсане. Нет, в этой ситуации мы не поехали на сапсане. В том-то и соль, да, придумать то, что действительно может быть. То есть, первое, это действительно, вам завтра надо. Все, вот у вас есть, ну ладно, к трем, к трем приходят 4 сапсана. То есть, вам надо понять, какие они бывают. И дальше, тут мы просто недоразвили ситуацию, есть такой критерий, как удобство, и такой критерий, как цена. Если вы едете от работы, то в большинстве случаев вам пофиг на цену. Ну, вам, ну, выигрывает удобство. Вам надо там поближе, не знаю, подольше поспать, все, что угодно. Если вы едете от себя и, ну, хотите сберечь сколько-то денег, вам лучше из этих трех утренних поездов выбрать подешевле. Соответственно, отсюда какие действия там? Сравнить их по цене, по времени прибытия и все там, оформить покупку. Страхи. Ну, видите, я все время покупал, у меня уже страхов нет, мне не очень страшно. Но вот эта жизненная ситуация не учитывает никаких моих страхов. Другая, вы едете на Сапсане впервые. Вы вообще за полгода запланировали поездку. И у вас там будет масса вопросов. За сколько надо приходить на этот Сапсан? Вы вероятны, что не будут как с Невским Эспрессом? Что не будут? Как с Невским Эспрессом? Ну, это на самом деле тоже страх. Я думаю, скорее всего, есть даже какая-нибудь там рубрика про безопасность, что мы такие все безопасные. Но я не думаю, что они там расписывают, что... Это значительное количество людей, которые не ездят на наших скоростных проездах. Да, смотри, это страхи немного другого порядка. Но, то есть, их в интерфейсе ты не учтешь. Понятно, что ты не будешь рисовать там взорвавшиеся Невский Эспрессы, говорить, у нас такого не бывает. Можно, но как бы это немного стрёмно. С другой стороны, это нормальное решение, которое, если вот докопаться до того, что я рассказал и перенести все это, ты мне спокойно защитишь проект, скажешь, вот, я считаю, что это страх, я развею его вот этим мифом. Понятно, что в жизнь это не уйдет, но для просто набивания руки и практики это отлично. Дальше, смотрите, есть, помимо вот таких, сейчас мы рассматривали, все время я говорил о каких-то сиюминутных действиях, посмотреть, выбрать, купить. Это все делается довольно быстро. Есть продукты, в которых взаимодействие может занимать довольно длительное время. То есть, если ваш продукт, это пример, как люди покупают обучение. То есть, есть такие сайты, которые продают вам, грубо говоря, двухдневное обучение чему-нибудь там, кройки и шитью. И вот вы, есть персонаж, вы для себя хотите поучиться, просто решил, пойду научусь наконец-то шить. Вы начинаете там, вот как раз тот пример, специалист жертвующих знаний. Вам надо найти семинар, получить дополнительную информацию, где-то картинка будет, там все видно, что написано, почитайте спокойненько. Выбрать, если вы отработаете, то вам надо как-то согласовать поездку, отправить куда-то какие-то документы. Это обычно, знаете, такой тот еще ворох, написать заявку, срегистрироваться, поехать. После того, как вы вернулись, еще скорее всего, стрясти какие-нибудь бумаги с той стороны, чтобы действительно там были. То есть, такая довольно длительная цепочка действий, она затрагивает множественное обращение к вашему продукту. То же самое, например, с билетом на Сапсан. Вы могли его, ну, если взять сайт РЖД, вы можете купить билет сегодня, а распечатать, либо там заходить, я так делаю, раз в неделю, потом смотреть, во сколько же у вас поезд, если вы еще не распечатали. То есть, это просто теперь для вас информационный портал по вашей поездке, хотя сайт тоже сам. Могут быть, вот как этот пример, более сложная система, когда вы заходите и вам нужно какое-то взаимодействие. Соответственно, на сайте продажи билетов вам бы нужна была еще такая опция, как там распечатать билет, выслать на почту, сделать что-то еще. То есть, какие-то более контекстные действия. Это вообще страшная схема, я долго думал вставлять или не вставлять, и сейчас я решил, что, наверное, не надо его сюда вставлять, потому что не видно ничего. Это расписано почти та же самая структура взаимодействия с системой, но с развлекательной. То есть, когда вы заходите на сайт, где могут полайкать ваши фотографии, например, фотострана, в которой я работаю. То есть, у вас могут быть разные цели. Вы можете зайти просто, чтобы скоротать время, что-то поделать. Можете зайти, если вы участвуете в конкурсе, проверить, как у вас успехи. Можете зайти, чтобы стать значимым. То есть, вот вы пришли, так, сейчас я наберу-ка лайков, с кем-нибудь познакомлюсь. То есть, один и тот же интерфейс, разные задачи. И человек может быть один и тот же. То есть, видите, уже получается, что их можно побить на какие-то три миллиарда критериев. И зачем это все точка 2? Как раз для того, чтобы попытаться учесть не только пожелания одного человека, который вам рассказал это сначала, с помощью которого вы заполнили очевидную табличку действия и страхи и такие успокоились, хватит. Чем больше людей вы опрашиваете, тем больше вероятность, что с каждым разом у вас что-то будет добавляться в эту табличку. Какое-то новое, что не сказал вам предыдущий человек. Потому что даже мой опыт там с супругой, с градусником, я уверен, что не заканчивается всеобщим. Наверняка есть какие-то еще примеры, что-то еще там можно будет почерпнуть, пообщавшись с другими людьми. И в итоге, в финале, во что это должно вылиться все, это на основе этого можно сформировать прямо требования к страницам, которые вы будете проектировать. То есть, если взять все вот эти заполненные штуковины, здесь я просто немного перепрыгнул на через пару занятий, но, чтобы вы понимали, во что это выливается в конце. После того, как на основе вот этих персонажей, их действий, их запросов вы составите информационную архитектуру, то есть, вот есть форма заказа, есть расписание поездов, есть какое-то справочное бюро, есть закладка по безопасности поездов. Вы берете отдельную страницу, например, карточка товара, и выписываете те вопросы и те действия, которые вы решаете только на этой странице. После этого вы считаете, что все у вас требования зафиксированы, вы берете и рисуете ровно то, что вот отдаете проектировщику, либо в вашем случае вы отдадите соседу по команде, если вы решите, что так, ты делаешь персонажа, а я буду рисовать. И спокойненько работаете. У вас есть требования, вам не надо еще придумывать. Вы уже все придумали до этого. Если говорить о заказном проектировании, то каждый из этих этапов вы согласовываете с заказчиком, говорить, подходят персонажи, мы никого не забыли. Он говорит, черкизонец не нужен, не будем ли черкизонцев делать. Вы выкидываете его вместе с его требованием. Такое тоже бывает. И на основе, соответственно, этих требований вы спокойненько рисуете табличку, фу, табличку, страничку. Видите, уже заговаривались к концу. Есть еще, так у нас есть времечко, вроде бы еще. Пять минут, я не знаю, успею. Ну, если что, посидим подольше. Ха-ха-ха. Есть такой метод, называется Customer Journey Map. Я расскажу о нем весьма поверхностно. Это исследование, вот я уже начал говорить о том, что у каждого продукта может быть много точек контакта. Это метод, который приехал из офлайна, когда есть продукты, к которым вы вообще можете возвращаться несколько раз в жизни, они могут иметь как представительство вот тот же самый Сбербанк. У него есть сайт, а есть отделение. И все это большой, большой целый продукт. Мы таких с вами делать не будем, но для общего развития я вам расскажу. Занимается он тем, что он берет отдельную точку и в этой точке делает все то же самое, что я вам сегодня рассказал. Вот прямо в этой точке, только вот в этот момент. Какие есть боли, какие вопросы, что человек хочет сделать. Пример из моей жизни, например, сайт Мегафонов, вход в личный кабинет. Это вот прям точка. Я зашел на сайт, мне надо туда ворваться. Не интересуют меня никакие там тарифы, еще их нету. Есть только вот этот маленький кусочек. Я сюда прихожу, и это моя личная боль, я все время забываю пароль. То есть, они мне когда-то прислали, я его увожу, отлично. Я сюда зашел, ввел парольчик, ввел эти чудесные буковки, нажимаешь, он мне пишет, что защитный код устарел. Все это произошло в тот момент, пока я набрал номер и искал в смсках, где же у меня этот код. То есть, у них там стоит какой-то тайм-аут, что если я очень долго тупил, то все, ты, короче, ай-ай-ай, защитный код устарел. Я еще ничего плохого вообще не сделал. И это очень, как вам сказать, это очень хорошо с точки зрения программистов, наверное. Ну, наверняка, не зачем ты это сделали, чтобы не было каких-то там липовых обращений в базу, еще что-то. Но это очень плохо, как мой первый опыт. Я еще никуда не пошел, ничего не получил, но уже в чем-то виноват. На моральном уровне мне как бы не очень. И мы просто сейчас идем к тому, зачем все это делается, да, чтобы они пытаются выжить из этой точки. Им важно, чтобы вот именно в каждой точке контакта вы получали максимальное удовольствие, счастье, вот это все, да, эйфория. Или как минимум не спотыкались, не лажали, не совершали ошибок. Но помните, да, юзабилити, продуктивность, эффективность и удовлетворенность. Вы сидите такие, класс, как я ввел форму? То есть просто сам факт, то, что Миша говорит, что эффективность наливает, то есть он просто не мог войти. Вот. Продуктивность это скорость, с которой ты можешь это делать, и скорость тоже страдает, как видите, потому что человек как бы долго ищет этот пароль. Вот. И удовлетворенность как бы тоже на нуле, потому что как бы ты вроде сделал все правильно, а тебе показывается вообще непонятное сообщение. Если говорить, например, о сайте доставки пиццы, то там тоже довольно много точек контакта, начиная от того, как вам в голову пришла идея, что вы хотите поесть, и заканчивая то, как вы с друзьями будете обсуждать, какой курьер вам ее привез, насколько он был опрятный, приехал вовремя, матерился, дал сдачу и все такое. включая, например, у меня моя проблема, ее никто еще не решил, после того, как я доедаю пиццу, мне некуда деть эту чертову коробку, она не влезает в мусорное ведро, ее невозможно смять, и это просто доставляет мне дикий удовольствие, фу, удовольствие, раздражение, она все время стоит где-то в углу, и думаешь, блин, ну идти сейчас мусор выносить, я только поел, печалька. А? Ну вот я, блин, человек-конструктор, сидеть коробки разбирать там, Ну, нельзя вот так вот взять но это влияет на мой опыт общения. То есть, каждые, все эти точки рассматриваются еще с учетом разных сценариев. Здесь можно укопаться очень глубоко, то есть, например, есть у вас, если вы едете в больничку, не дай бог, или идете, у вас есть стойка регистрации, где вам говорят, где твоя карточка, давай там. Есть какой-то, какой-то медсестра, будем называть его терапевт, который говорит, ну, это те к хирургу, есть хирург, и потом он вас починил, вы выходите. Это если вы пришли своими ногами. Есть случаи попроще, это когда вас привезли на скорой, вам не надо с бабкой общаться, вас сразу в палату везут. Понятно, что, да, сервис один, больничка, но надо сделать так, чтобы вам было везде комфортно и удобно. Один из самых популярных примеров, который приводят в этом плане, это Starbucks. Но это, я, видите, не вставил сюда, на самом деле, это не из Starbucks точно. Но где-то у меня есть, я его добавлю в презентацию, вам потом выложу, или можете сами погуглить Empathy Map Starbucks. Суть в том, что они начинают прямо с исследования того, вот человек приезжает на парковку там, вот у него ощущение, как долго он парковался у этого Starbucks. Когда он открывает дверь, он описывает, что вот, нахлынул на меня аромат кофе, они ставят плюсик, что вот на эмоциональной шкале у него настроение улучшилось. Потом он стоит в очереди и описывает, что вот я стою, уже очередь моя подошла, но мне неловко из-за того, что у вас 3 миллиарда, короче, этих сортов, и я не могу выбрать. А потом еще он задает эти неловкие вопросы, вам там какой, средней прожарки, малой прожарки или крутой прожарки. Боже мой, тебе меня не беспокойте, пожалуйста. Это там, я просто считал, вот расписанная история одного человека, другой может наоборот кайфануть от того, что вот ему столько спрашивают, я же так разбираюсь. Здесь надо найти какую-то вот альтернативу, грань между того, чтобы и этих привлечь, и тех не отпугнуть. Но там чуть ли, знаете, продавцы уже умеют на вид отличать, надо ли вам предлагать прожарку или нет. Мне чаще всего уже не предлагают. Ничего, с таким добрым лицом прихожу, видно, что мне просто надо кофе. Недорого. Опять же, зачем вот все это ковыряние? Все для того, чтобы, как видите, тоже уже говорил, чем чаще вы спотыкаетесь, тем меньше у вас, ну, я называю это кредитом доверия, но есть такое понятие, как бы энергия у человека конечна. У него, конечно, степень терпимости к любому происходящему случаю, да, вот как к восприятелям. Иногда шутите, он вас оскорбляет не очень хорошо, но там, если он 20 раз за день сказал вам нелестное слово, в конце вы говорите, все, надоел, до свидания. То же самое происходит с продуктом в какой-то степени. То есть, если вы понимаете, что это не стоит ваших сил, вы с этим не можете больше бороться, вы спокойненько уйдете к конкуренту, никому вот эта грусть, тоска не нужна. И цель этого способа, да, вот найти вот эти узкие точки, где вам неудобно, сделать там приятно. И расскажу пару примеров из жизни. Альфа-банк. Они в какую-то из лютых зим, так как первая точка контакта это дверь, за которой вы держитесь, вы зимой приходите, а ручка холодная. Это вообще никак не влияет на кредиты, ни на ставку, ни на что. Но они понимают, что вот если вы хватаетесь за холодную ручку, вам немного, ну вот как бы, не по себе. Потом вы заходите, там еще может быть очередь, все что угодно, и надо максимально в каждом месте, грубо говоря, сделать вам хорошо. Они так и бат, зимой повесили теплые ручки. Но они сделали это в Питере, и это не очень сработало, потому что почти всегда эти тряпки были мокрые, и это было еще хуже, чем трогать просто железные ручки. Это довольно известный пример, они очень быстро их сняли, но видите, это где-то придумали, в каком-то опять же креативном офисе, а до земли это спустилось, что просто по офисам разослали красные тряпки с директивой завтра зима, вешаем на ручки. Класс. Бабуля же не знает зачем. В Empathy Map улучшаем качество повесили, повесили, висят, висят. Проверяющий приедет. Есть другой пример, Usability Lab в московском офисе, правда я к этому проекту не имел никакого отношения, но очень часто про него рассказывают, и я в частности переделывали банковскую систему, давно было сложную для вот этого непроизносимого банка. Там это была какая-то система для работы с мелкими предпринимателями, которые вели у них свою отчетность. В конце месяца бабушки там собирали бумажки и отправляли с курьером в банк, обратно приходили необходимые документы. Ребята сделали электронную систему электронного оборота, мы там разрабатывали интерфейс, в общем, чтобы не надо было больше курьеров никаких, чтобы вы могли по электронной почте что-то отправить, и вообще, это же 21 век. мы сделали все, соответственно, что делает заказчик? Он все принимает, а потом по результатам как бы либо пишет хвалебные письма, либо удивляется, почему стало еще хуже, и в этом случае получилось так, что действительно отчетность стала ходить хуже, чем с курьером пешком. Вроде все сделали хорошо, на всех тестах все было отлично, все бабушки справлялись, там заполняли, сжали кнопку отправить, профессионалов же делали. Потом мы пошли смотреть, как эти бабушки работают. То есть вот типичное рабочее место бухгалтера, мы приходим, говорим, Нина Ивановна, давайте, открывайте нашу штуку, сейчас будем заполнять, отправлять отсчет. Она открывает интерфейс, все заполняет, бла-бла-бла. Мы говорим, ну все, готовы отправлять. Говорит, ну нет, я сейчас, может быть, что-то не довела, но вы же тут, ничего не буду отправлять. Думаю, ладно, пошли к следующей. Там такая же сидит. Говорим, давайте отправлять, все заполняем. Упирается примерно в то же самое. И здесь я, да, о чем не сказал, но это было важно. Проблема заключалась в том, что после того, как вы все заполнили, надо было воткнуть флешечку и заверить все это электронной подписи. И, как вы видите, сейчас у вас у всех ноутбуки, а у них стояли вот эти системные блоки, которые расположены под столом, и им просто было лень лезть туда, куда-то в заднюю эту штуку, втыкать флешечку. Я все заполнил, а когда-нибудь потом воткнул, вокруг еще сидят люди, куда я, мне 300 лет, я тут наклонюсь и полезу. То есть, это действительно создавало неудобство, которое просто физическое, в интерфейсе вообще никак не учесть. И об этом не подумали, но все проблемы решили по одним прекрасным способом. Там, так как это решение было коробочное, число клиентов ограничено, вам просто в банке дарили брендированный шнурок вместе с этой флешкой. И на ура, там они на стол себе выводили, втыкали, и как бы счастье восторжествовало. Вот. Мы с вами, я не думаю, что дойдем прям до таких тонкостей, как кастом-межурный мэп, потому что ну и наши проекты, кроме, наверное, бортового компьютера, не сильно располагаются. А, ну и умный дом. Умный дом отлично вообще. Вот умный дом сюда зайдет прям хорошо. Бортовой компьютер тоже прикал. Ну вот я говорю, бортовой компьютер и умный дом. Здесь можно будет подумать, именно расписать в какой момент, что человек делает. Да, на самом деле мы заканчиваем, уже вижу все. На самом деле суть в чем, ребят, тут как с любым программированием, на самом деле тоже, то есть понятное дело, что есть куча языков программирования, разных баз данных там и все такое. и понятно, что нет там того, что Java лучший язык в мире. Сколько бы Java там фанаты не агитировали в сервисе, понятно, что для каких-то задач лучше там использовать скалу, для чего-то еще, еще что-то. А если нужно быстро скриптик накрепать, можно и на PHP скрипать, и как бы все равно суперкрутая архитектура Java не имеет как бы решающего значения, если нужно как бы пять строчек написать. Вот, тут на самом деле похожая тема, что вот те инструменты, которые мы вам даем, не надо их все сразу применять, но возможно как бы и так прям от всех них отказываться тоже нет смысла. Можно попробовать выбрать то, что вам подходит лучше всего. А если не знаете, можете нас смело спросить, мы подскажем. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...